Всех приветствую, друзья. Там Z2 у меня сегодня. Разбитый дисплейный модуль. Он чуть потоньше предыдущей модели. По-другому открывается. Крышка здесь не открывается. Идет цельный элемент. Снимать можно непосредственно дисплей сразу. У меня уже снят дисплей. Несколько штук их менял. Простая замена. Шлейф, разъем. Ну и все что нужно знать. Здесь внизу у нас находится разъем. Здесь это нужно учитывать, когда будем снимать дисплейный модуль. Стоит он. Точно не скажу. Там что-то около столика. Цена его не дешевый вариант. Очень тонкий. Очень легко ломается. Сразу же треснула. Как можно тоньше пластик найдите. Потому что если будет чуть толще того, который я всунул, то уже будет трескаться стекло. Ну если, конечно, вы таким способом снимаете дисплейный модуль, то нужно будет найти как можно тоньше. 对. TIMES . Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Тут как раз у нас находится шлейф Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ахахахах Давайте рассмотрим. Может что-нибудь необходимо будет переставить. Ну вот дисплейный модуль. Было бы здорово посадить, конечно, на такой двусторонний скотч оригинальный. К сожалению, у нас его нету. Поэтому лепить будем на обычный 3М либо акриловый. Здесь скорее всего 3М новый пойдет. Я считаю, более удачный вариант будет. Итак, продолжаем. Прошу прощения. Ко мне неожиданно ворвались. Итак, на чём мы остановились. Я говорил о двустороннем скотче, который, к сожалению, отсутствует у нас. Ставить скорее всего вот на такой очень качественный. Давайте пристегнем. Итак. Продолжаем. Загрузка пошла. 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 чем голой поверхности. Поэтому лепить будем на него. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поглубий каркас немного... Что бывает очень часто на этих моделях... Особенно если пользуются дети... Как видно планшет детский... Более-менее... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...